Всем привет! С вами канал Космостар. 24 января могло бы исполниться 81 год знаменитому советскому эстрадному певцу Валерию Абадзинскому, но его уже 20 лет нет среди живых. В 1970-х годах конкурировать с ним мог разве что Муслим Магомаев. Хиты эти «Глаза напротив» и «Восточная песня» пел весь Союз, а ведь Абадзинский был уличным певцом, не знавшим нот. В 1980-х годах он неожиданно исчез с экранов и прекратил концертную деятельность, а позже стало известно, что он работает сторожем на фабрике и находится в сильной алкогольной зависимости. Только в последние годы жизни Абадзинский предпринял попытку вернуться на эстраду, но у него оставалось слишком мало времени. Валерий Абадзинский родился и вырос в Одессе. Он был из тех, о которых говорят, его воспитала улица. В школе он учился плохо и почти все время проводил с друзьями, среди которых были и воры, карманники. Они его брали с собой на дело, пока он своим пением отвлекал внимание курортников на пляже, его друзья чистили их карманы. Часто его можно было встретить и на Приморском бульваре, где он пел и играл на гитаре или на контрабасе. В Одесское музыкальное училище его не приняли, поэтому он так и остался певцом, самоучкой. После школы Абадзинский сменил несколько профессий, весьма далеких от искусства, натягивал пружины на матрасах, делал замки для мебели, работал кочегаром на пароходе. Однажды его уличное выступление увидела Валентина Барахович, руководитель молодежного театра при Доме культуры медработников. И пригласила талантливого юношу заниматься в вокальной студии Дворца моряков. Благодаря ей Абадзинский вскоре стал работать массовиком, затейником на теплоходе, а затем и выступать на эстраде. С самой юности у певца была одна проблема, которая в конце концов стоила ему и семьи, и карьеры, алкогольная зависимость. После рождения дочери он решил покончить с этой пагубной привычкой, и на протяжении почти 15 лет ему это удавалось. Как раз в это время и произошел его карьерный взлет. Он выступал с оркестром Лундстрима, гастролировал в СССР и за рубежом, его песни звучали на радио. С 1967 года он начал выступать сольно. В конце 1960-х годов. Абадзинский выпустил свою первую пластинку, которая разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. В 1970-е годы на его концерты невозможно было достать билеты. Во время его выступлений слушатели плакали, девушки, фанатки ездили за ним из города в город. Публика его обожала, а вот власти не жаловали. Почему-то он попал в немилость к министру культуры Фурцевой и председателю гостили радио Лапину. Ему не разрешали выступать на эстраде, запрещали его песни, вырезали из эфиров. Чиновники критиковали его репертуар за легковесность и дешевую манеру исполнения, обвиняли в подражании Западу, ведь он исполнял песни не только отечественных, но и зарубежных авторов. В Управлении культуры певцу заявили, у вас в репертуаре нет песен о партии, комсомоле, начисто отсутствует колхозная и военная тематика. Абадзинский не захотел менять репертуар, и число его выступлений сократили вдвое. Во время празднования нового 1976 года певец сорвался и снова начал пить. Кроме того, он пристрастился к таблеткам с кодеином. Это сильно сказалось на его работоспособности. Однажды он упал на сцене во время выступления в правительственном санатории в Сочи. После этого Абадзинского уволили из Москонцерта. В 1983 году. Абадзинский дал всего один концерт в Москве, а в 1986 году ушел со сцены. Долгое время о нем ничего не слышали. В начале 1990-х стало известно, что он работает сторожем на фабрике и живет один, жена от него ушла еще в 1979 году. В 1991 году певца разыскала его давняя поклонница Анна Есенина. Она стала его женой и уговорила вернуться на эстраду. Певец выпустил диск с песнями Вертинского и диск со своими песнями. В 1994 году в концертном зале России, после восьмилетнего перерыва, состоялось выступление Абадзинского при полном аншлаге. Зал встречал певца стоя. На вопрос о причинах столь долгой паузы певец ответил, был момент, когда я достиг своего потолка. И понял, дальше не пустят. Надоело унижаться перед всеми, перед работниками телевидения, радио, которые с подачи сильных мира сего, резали мои записи. Чиновники от культуры заявляли, что я пою не по-советски. К сожалению, шансов начать новую жизнь у него уже не было. В 1997 году знаменитый эстрадный певец скончался в возрасте 55 лет. А его песни до сих пор исполняют многие современные звезды.